Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 25 июля 2020, 2024 года. Сегодня последний рабочий день для этой передачи. Соответственно, ну, итоги, наверное, все равно не получится никакие подвести пока. Потому как, например, по вопросу присутствия Биби в Вашингтоне и, в принципе, в Штатах еще дело не закончено. Значит, сегодня так построим программу. Вначале о перехвате американскими и канадскими истребителями российских, китайских стратегических бомбардировщиков около Аляски, около берегов Аляски. Это первый момент. Может быть, в контексте еще и вспомним опять вчерашнюю тему, которую, наверное, по-моему, все-таки не удалось сильно раскрыть вчера переговоров Кулеба, Иван, и там еще какие-то вещи, наверное, скажу. Потом перейдем к личной встрече Байдена и Натаньягу, которая уже прошла в Белом доме, и в ожидании от встречи Натаньягу с Камалой. Это все первый большой сегмент. А во втором небольшом, завершающем, как только Ваш покорный слуга упомянул Мухаммед Дахлана пару дней назад, из каждого утюга вдруг начался крик Мухаммед Дахлан, Мухаммед Дахлан. То есть уже и Джерузелинпост, и Волстый Джорнел, кто уже только не начал писать. Заметьте, я первый сказал Мухаммед Дахлан. Вот, шутка, шутка. В любом случае, понятно, что как бы на волне, когда что-то появляется, то эта волна потом трансформируется. Вот. Что-то я почувствовал. Ну, в принципе, он, правда, единственный кандидат на управление газой после войны. И вот об этом поговорим, потому как позиция его позволяет не только газой, на самом деле, командовать потом, а и всей палестинской автономии. Вот. Такой примерно план. Напоминаю, со мной связаться очень просто. Заходите в YouTube, видите YouTube. Ну, для тех, кто не в прямом эфире, меня смотрит на всех платформах Вещания ЮС и Радио, добро пожаловать на мой канал. Ну, и для тех, кто может себе позволить смотреть в прямом эфире, тоже, на самом деле, подписаться на канал не повредит, там большой архив. И там есть дискуссионный клуб. Вот. Для всех остальных же, кто в прямом эфире, 347-460-0877, пожалуйста, туда. Ну, что ж, этого мы еще не видели ни разу. Вот вчера, например, да, как бы то, что в новостях во всех было на первых полосах, и все информационные радио, например, которые здесь я слушал, начинали с этого, свои выпуски, что вчера два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два китайских H-6 совместно залетели на, то есть патрулировали территорию, которая в итоге пошла в североамериканскую идентификационную зону. То есть они находились в 200-мильной зоне от побережья Аляски, совместным патрулем пролетали, и это место, где как бы уже идентификация была важна. Они не входили в воздушные, просто на США или Канады, было подчеркнув, но они как бы там пролетали. И это заставило F-16 подняться в воздух, F-35 подняться в воздух, и CH-18 канадские подняться в воздух для того, чтобы... Потому что принцип, как бы, самолеты, когда появляются самолеты в этой зоне, военные, боевые, да, они должны такое же количество самолетов выставить на встречу. Такой принцип. Обошлось дальше без конфронтации, как бы прямой, но, тем не менее, все друг друга увидели. Вот. И этот момент, он, с моей точки зрения, на самом деле прямое следствие. Во-первых, это впервые, это прецедент. До этого совместно русские и китайцы около берегов Аляски не летали. Вот. И это такой совместный маневр, на самом деле, который показывает, что есть определенные последствия конфронтации, которая, в принципе, эскалируется, эскалируется, эскалируется уже в военном отношении, начиная с февраля 24-го, февраля 22-го года. То есть, тот принцип Бен Двегани, о котором мы говорили много, в реализме он известный принцип, когда более, когда, да, принцип, да, еще раз, давайте напомним этот момент, теория важна здесь тоже, да, когда гегемон, очень сильный игрок, скажем так, да, начинает слишком много assert power, да, когда он слишком применяет свою силу и показывает ее слишком сильно, то игроки, которые помельче, поменьше, да, своими возможностями, обязательно территория здесь не играет роли, да, военные возможности, когда игроки, у которых, которые меньше, да, не хочу сказать слово слабее, потому что противостояние, в принципе, стратегическом США и Российской Федерации нет более слабого. Но есть, как бы, определенные моменты с точки зрения распределения военной силы, с точки зрения наличия баз за границей и так далее, и так далее, то есть, только о чем когда-то писал в Жизинске, что США единственная на сегодняшний день суперпауэр, да, и она останется такой, скорее всего, навсегда уже, потому что никто не сможет так же развиться и бомбить фактически любую точку в течение ближайших 20 минут, например, да, по количеству баз и размещению разной авиации и кораблей и так далее, комбинации всего, да. Понятно, что есть некоторые родовольские виды вооружений, например, да, которые не так развиты в России, как развиты в США, но по ядерному оружию есть паритет, поэтому говорить о том, и по подводным лодкам, я так понимаю, что у России все-таки есть преимущество. И поэтому, то есть, есть некоторые моменты, где есть перекос в американскую сторону, есть некоторые моменты, где перекос есть в российскую сторону, при этом, в принципе, да, в случае, не дай бог, я никогда не думал, что мне придется опять это говорить, но в случае возникновения какой-то конфронтации настоящей между США и Россией и противостояния военного, победителей не будет, и это понимают как бы все, доктрина гарантированного взаимного уничтожения существует, просто лучше предпочитают все об этом не думать, но она есть, никуда не делась. Поэтому в плане слабый, сильный сложно сказать, но, по крайней мере, в возможностях, скажем так, обычных вооружений, давайте скажем так, равных Соединенным Штатам и ее армии сегодня нет, и поэтому, да, принцип теории говорит, что когда игрок с таким уровнем, как бы, да, военной силы начинает слишком много проецировать пауэ, мощи, то игроки поменьше начинают объединяться для того, чтобы ему органично противостоять. Да, давайте простыми словами это так опишем и все. Но там, на самом деле, есть еще нюансы, но это как бы бенд-вагонинг. И мы видим сегодня, как это работает. Вот главный момент, который в долгосрочной перспективе очень вредит американским мировым интересам, на самом деле, это то, что Россия и Китай невероятно сблизили свои позиции по очень многим вопросам, и главное, в вопросах стратегической безопасности. Если раньше, как бы, была возможность того, что можно было дружить с Китаем вместе против России, например, да, как было во времена Никсона, Киссенджера, там, как бы, в те времена, да, начиналось, потихонечку так это начиналось, да, вдвоем против Советского Союза, но идея была, по крайней мере, такая. Вот поэтому Китай там получил экономические преференции, и позиция одного Китая была публично озвучена Соединенными Штатами, которая, конечно, много раз того времени нарушалась, вот, но тем не менее. И сегодняшний уровень торговли с Китаем, который... Россия никогда не могла подойти в торговлю с Соединенными Штатами Америки на тот же самый уровень, на котором, даже близко к тому уровню, на котором торговля американо-китайская находилась и находится сегодня, несмотря ни на что, да. Тем не менее, сегодня из-за того, что есть определенная схожесть внешнеполитических задач и совпадение некоторых интересов между Россией и Китаем на международной арене, соответственно, позиции их сильно сблизились за это время, и они друг другу достаточно много и активно помогают. И это в долгосрочной перспективе не очень хорошо для американских интересов. Я надеюсь, что не нужно это расшифровывать и разжевывать. Это и так должно быть, по идее, понятно. И все те, кто рассуждает о том, что вот, на самом деле, это очень хорошо, что та прокси-война, которая сегодня происходит, так, ну, как, по крайней мере, в России ее рассматривают, и многие независимые политические аналитики, приверженные реализму, ее рассматривают, да, что это война сегодня России в Украине, это прокси-война Соединенных Штатов Америки против России по повреждению украинских вооруженных сил, да, она, если в предкосрочной перспективе, они говорят, да, она это ослабляет нашего конкурента, нашего соперника, и мы как бы чужими руками в итоге добиваемся ослабления конкурента. Опять же, мы сплотили своих вокруг нас, да, мы, опять же, Западная Европа сейчас вокруг нас, трансфатические военные связи укрепились, НАТО переживает ренессанс, да, они говорят. Это все замечательно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе, если эти ребята дадут себе волю, подумать и посчитать, что же в итоге получается, то получается противостояние уже совсем другого уровня, и если этот маховик раскручивающийся не остановить, то впереди у нас очень сложные моменты будут, потому как есть много зон разного влияния, в которых страны функционируют. Сейчас, извините за такое длинное отступление, в принципе, от темы, да, но оно важно, да, есть много зон влияния, в которых страны функционируют, и в этих зонах влияния теперь мы можем, Америка, мы сейчас, да, говорю, можем получить противостояние с Россией и с Китаем по всем позициям. Вот, например, сегодня мы это наблюдаем в Африке, например, да, как один из примеров. Опять же, даже если бы у Америки и России сегодня были бы замечательные отношения между собой, да, опять бы они пережили какой-то очередной ренессанс, который там раз в 20-30 лет происходит, то совсем не обязательно, что в Африке бы, допустим, сегодня Россия вела себя по-другому, да. Я имею в виду Сахель, конечно же, да, и присутствие Вагнера, и его там действия, и аккуратное, планомерное, такое четкое выдавливание французов и американцев из разных африканских государств, вот, которые мы наблюдали последние годы-полтора, такое достаточно методичное выдавливание, успешное, кстати, для России, и для тех финансовых потоков, которые там оттуда идут. В общем, и китайские финансовые множества, которые там присутствуют, и которые там тоже помогают, этому же процессу тоже. В общем, в долгосрочке это не очень хорошо, в долгосрочке, опять же, я все время об этом говорю, это очень важно, неплохо было бы сесть за стол, да, троим, и обговорить красные линии для начала. Кумбая не прозвучит, гитара у костра и барабана не будут гореть, да, то есть они не будут звучать, и костры не будут гореть. Я в том плане, что совместного танца прям такого в любви и нирване не получится, но, по крайней мере, надо знать, что можно и что нельзя. И придерживаться этого, естественно, и заключить такое соглашение, даже если оно будет не все на бумаге, да, но с какими-то такими прописанными текстами, которые нельзя будет толковать по-разному, да, с очень, с невозможностью широкого толкования, что тоже, как мы знаем, проблематично. Такие были соглашения разные, подписанные в последние годы, которые давали повод для разных толкований, что в итоге приводило к тому, что одна сторона говорила, что другая нарушает, другая сторона говорила, что она не нарушает, потому что вот такой пункт можно так понять. Поэтому требуется серьезная работа, короче, дипломатов и очень долгий процесс. Но главное восстановление доверия, как бы, и завершение военного конфликта, который сегодня серьезно, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе портит отношения. Да, я имею в виду, естественно, российско-украинский конфликт. Опять же, противостояние Запада и, то есть, глобального севера, грубо говоря, да, и глобального юга, который в результате российско-украинского конфликта происходит сегодня, оно в долгосрочной перспективе нехорошо для семейства народов, естественно. Это именно то, чем озабочен Китай. Возвращаясь к теме истребителей-бомбардировщиков, простите, стратегических бомбардировщиков совместно, китайско-российских, да, шесть четырех этих самолетов, которые вчера встретились в воздушном пространстве, фактически, да, с канадскими и американскими, до этого только корабли там на Альгусских островах встречались тоже, и до этого китайцы с русскими совместно патрулировали там океан. И вообще, опять же, одним из моментов этого нового такого потепления между Россией и Китаем и активного сближения стало то, что и об этом, кстати, писал и Лофф Теджонел, и бил тревогу уже, на самом деле, что вот теперь китайцы получили доступ к Северному Ледовитому океану через, с помощью России, и они этим океаном будут тоже пользоваться, хотя они сами к полярному кругу не имеют никакого отношения, но и будут использовать это и для военных целей, и для торговых путей, на самом деле, учитывая, как бы, потепление, и то, что теперь океан в большом количестве мест не замерзает совсем, и по нему даже можно навигацию устраивать, даже без ледоколов в некоторых местах, а если нужны ледоколы, то Россия здесь может оказать содействие. В общем, это тоже отдельная большая тема, просто я к тому, что то, что сейчас происходит, на самом деле всего этого можно было бы избежать, если бы изначально не был выбран между США и Россией конфликционный mode, то, что по-английски говорится, да, режим конфронтации. Этот режим конфронтации достаточно уже долго существует, мы его наблюдаем по возрастающейся эскалации 2014 года, и пока мы не слышим от демократического лагеря, по крайней мере, который пока продолжает управлять этой страной, какие-то разговоры о деэскалации. Пока этого нет. И раз этого пока нет, то, естественно, разумное ожидание того, что это будет только усиливаться. Ну, а там дальше, как мы понимаем, другие факторы начинают играть роль. Поэтому это на самом деле просто знак. Понятно, что никто никакой военной угрозой сейчас. И, кстати, Пентагон объявил сразу, что он не воспринимает это действие как военную угрозу, сказал Лой Достин, нет. Но сам по себе факт того, что подобное патрулирование произошло, и оно совместно внушает определенные опасения и заставлять, должен, по идее бы, заставлять политиков высшего и шоуна американского думать в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, более активно. Это было бы неплохо. Для всех причем. Вот. Это первый момент, о котором я хотел сказать. При этом, вот тот китайский дипломатический тракт, о котором мы вчера говорили, да, и о том, вот, о визите Кулебы в Киев, о, простите, в Гуанчжоу, и разговоры Госван. И очень важен, да, и вот этот трехчасовой разговор очень важен. Во-первых, потому что непонятно будущее американского спонсирования всего этого проекта после выборов, да, это первый момент. Второй момент, даже если лагерь демократов не пострадает после этих выборов, и президентом станет демократический номинант, то, что возможно, все равно нужно иметь возможность проговаривать, по крайней мере, как можно этот конфликт в обозримом будущем завершить, да, и слушать позицию как бы страны, как бы нейтральной. Хотя совсем уже нейтральный Китай, нейтральным Китай назвать нельзя. Американцы вот говорят, что на самом деле Китай поставляет 90% для всей микроэлектроники, например, которые есть сегодня у России, которые получает Россия для производства танков, там ракет и так далее, и так далее, приходит с китайской стороны. Вот, это главная как бы претензия к Китаю, которую высказывают американские официальные лица, и Европа, кстати, тоже. Вот, это то, что они имеют в виду, когда они говорят, что именно Китай обеспечивает России возможность продолжать военную кампанию. Но они ошибаются. Да, не только. Во-первых, Китай, да, помогает этому процессу, но это не является ключевым моментом. Есть еще определенные вещи, опять же, которые Российская Федерация сама может производить тоже и делать. И, опять же, момент всяческих научно-технических конструкций в Бюро никуда не ушел. И вообще, последние 20 лет наука военная развивалась в России, и понятное дело. Поэтому тут не все так однозначно. И есть не только Китай, и можно получать разную электронику, не только через Китай. В общем, и опять же, само по себе производство вооружений даже высокого уровня, оно значительно дешевле в России по-любому, потому что затраты, ну, то есть затрат на это намного меньше. Вот, себестоимость ниже. Короче, это не только Китай. Но Китай, конечно, в этом играет определенную роль. Теперь относительно встречи, да, я перевернем эту страницу, пока мы к этому разговору будем возвращаться. Прошу о встрече Байдена и Натани Ягу. Опять же, понятно, что фокус, более подробная информация о результатах этой встречи появится, наверное, завтра или сегодня позже, потому что вот недавно она завершилась, и ожидается встреча Камалы Харрис с ближайшим будущим Натани Ягу. Вот буквально через там каких-то час, может быть, два-три, потому что он продолжает оставаться в Вашингтоне, пока он завтра летит во Флориду, в Майами для встречи в Мар-Э-Лаго с кандидатом в президенты Трампом от республиканской партии и обсуждением там серьезных вопросов тоже. Но Трамп пока кандидат, а Байден все еще президент. И, естественно, обсуждались вопросы заложников, да, сделки. И тут надо некоторые моменты учитывать технические, да, что, значит, на самом деле то, что Хамас драпнул свое требование, отказался от требования постоянного прекращения огня сразу, да, чтобы эти шесть недель стали постоянными. Это не совсем сейчас опять так же активно, потому что опять происходят моменты недопонимания, и американские официальные лица, там Джон Кирби, например, сказали, что да, есть проблемы, пробелы есть, но они могут быть сведены. И также Хамас хочет, чтобы Израиль полностью покинул сектор на время перемирия, в том числе, естественно, из Филадельфийского коридора, что, конечно же, невозможно. Потому что если Антон Ягу под этим подпишется, то есть с одной стороны он тогда потеряет коалицию, а это точно совершенно, а с другой стороны, ну, это просто самоубийство, и получается тогда, что все те успехи, которые сделаны для того, чтобы перерезать пути снабжения Хамас сейчас в Газе, все эти успехи будут перечеркнуты, и все те жизни солдат, которые потеряны, и Израиль продолжает терять фактически. Вот сегодня еще пришло известие о гибели еще одного солдата, да. Все эти цифры и вся эта кровь, которая была пролита в Газе, начиная с начала операции в ней, да, это все получается впустую, и все придется начинать сначала, когда эту войну придется начинать опять. Поэтому это вряд ли возможно. Но, опять же, американский администраст настроен оптимистично, израильский кабинет военный и семьи заложников, кстати, и независимые эксперты не настроены так оптимистично на то, что эта сделка состоится. Но есть некоторые моменты. Значит, во-первых, этой недели, по-моему, в работе Кнессета последняя, потом он уходит до 27 октября на рецесс. И 27 октября он вернется, значит, все то время, пока Кнессет в рецессе, свалить коалицию невозможно. Это не в этом случае премьер-министр. То есть, все равно было бы глупо ожидать от него действий, которые могли бы привести к распаду коалиции. Вот. Сейчас чисто по выживанию его, да, на позиции. Тем не менее, возможны некоторые моменты. Вот. Которые будут, то есть у него немножко развязываются руки. Но, опять же, он не может себе позволить, чтобы сейчас Байден ему не говорил, пойти на какие-то действия, которые перечеркнут военные успехи, которые значительные. В Газе об этом тоже, ну, это тоже нужно понимать, потому как количество боевиков уничтоженных не маленькое, а 14 тысяч примерно. Огромное количество раненых, Хамас в панике, де-факто, по многим показателям. Опять же, судьба Деофа неизвестна еще пока, да, убит он, не убит. Но по многим показателям, да, и остается как бы главный, второй, первой целью оставался Синвар, он так и остается пока целью. Но это вопрос времени, если он в Газе. Да, если он в Газе, то это вопрос времени, когда его убьют, если военные действия будут продолжаться. И с точки зрения Антониагу, я прекрасно понимаю, да, нужно огонь под сковородкой усиливать, пока они не начнут более активно соглашаться с теми требованиями, которые Израиль им выдвигает. Пока с их стороны не перестанут звучать слова требуем, мы требуем, да, это значит, что недостаточно огня под сковородкой. Как только с их стороны перестанут звучать слова мы требуем, да, само это слово, наше требование, когда оно перестанет звучать, эта фраза, это будет тогда, вот как только это произошло, значит, огня под сковородкой достаточно. Вот. Ну и опять же, надо продолжать активно убивать боевиков Хамас. Да, всех тех, кто в Газе с оружием, надо убивать, пока они его не сложили. Это как бы тоже понятный момент. Он это объяснял в Конгрессе. Ну и там, опять же, администрация не очень довольна с его речью в том плане, что он сказал, что все антиизраильские протесты, антивоенные в Газе протесты, которые идут в Америке, они все проплачены Ираном. Сказал Натани Ягу, примерно так это прозвучало. Мы не согласны, сказал Кирби сегодня. Мы знаем, что часть, да, проплачена, но это далеко не все. Американские многие граждане, да, озабочены тем, что происходит сегодня в Газе. Не знаю, насколько их озабоченность бы вот так массивно, да, вот к таким массивным протестам могла бы привести. Можно считать эти протесты большими. Все-таки, когда мы говорим о тысячах людей, это серьезные цифры. Вот, но, опять же, по-моему, преувеличены масштабы этих протестов, на мой взгляд. Вот, это как бы второй момент. Ну и Кирби сегодня дал уже пресс-конференцию после этой встречи Биби и Байдена. И он сказал, что по вопросу 2000-паундовых бомб наша позиция не изменилась. Это плохо, очень. Это мешает начать операцию в Ливане. И мои источники, не хочу их называть, говорят мне, что главная причина, почему до сих пор на севере начались военные действия, учитывая, что в Газе уже все не так интенсивно, даже если смотреть на все через призму Хан-Юниса, где идет, да, активная военная операция прямо сейчас, тем не менее, это позволяло бы уже начинать на юге Ливана более активные действия. Но этого не происходит. Главная причина, что не хватает оружия, что Израиль не хочет начать там военную операцию, а потом оказаться без боеприпасов, как это произошло при начале военной операции в Газе. Вот, и потом ждать и оказаться в ситуации, когда у тебя как бы неприкрытая пятая точка. Так не годится. Надо сначала накопить достаточно количества боеприпасов, хотя бы на несколько недель плотных боевых действий. А мы понимаем, что в Южном Ливане потребуется много бомбить, очень, и не только в Южном Ливане, а во всем Ливане, и для того, чтобы как бы успокоить этот момент. И этого пока нет. И вот отказ администрации продолжает быть активным, да, передать тысячекилограммовые бомбы Израилю. Это очень плохо, это мешает. Поэтому я очень надеюсь на то, что на этой встрече Антон Ягу четко объяснил президент США, что единственный вариант, да, как можно быстро закончить эту войну, и, кстати, это тоже будет в фокусе разговора с Трампом завтра, о чем Трамп уже сказал, что эту войну надо быстро закончить, она очень вредит израильскому имиджу. Это, я с этим абсолютно согласен. Ну, в любом случае, имидж всегда, Израиль всегда пиар войну проиграет при любом раскладе, просто потому, что из-за глобального антисемитизма тут нет никаких сомнений, да. Но, в принципе, чем дольше продолжаются военные действия, тем больше, как бы, медиа левые и медиа, как бы, типа прогрессивные, да, и всего мира будут показывать Израиль с не очень хорошей стороны, потому что все забывают, из-за чего все это началось. Кто куда пришел и что сделала та сторона. И так как все забывают, что сделала та сторона, то с этого момента уже, и надо постоянно об этом напоминать, но все равно по потерям мы же видим, да, что мир смотрит на потери, мир смотрит на то, что происходит, нам все время имидж голодающих людей, которые и перемещаются с места на место, их перебрасывают. Поэтому Трамп четко сказал, надо как можно быстрее закончить войну, и что для этого нужно сделать, я хочу с Натаниягу поговорить. Этот момент, я вам скажу, что нужно сделать, нужно как можно быстрее передать 2000 паундовые бомбы. И вообще вариант задержек с поставками оружия не должен даже обсуждаться, да, то есть этого не должно быть на радаре, подобных вещей. Но, к сожалению, пока это не актуально. Пока так не получается. В общем, ждем, да, посмотрим, что с Хамалой Харрис произойдет в разговоре с Натаниягу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая, не длинная, да, с вами Кирилл Задов. Мухаммед Дахван. Значит, интересная фигура, которая последняя, компромиссная, кстати, которая последние 10 лет активно в политической жизни Иудеи, Самарии и Газа не участвовал. Консультировал Мухаммеда Бензая, да, живет в люксе, в невероятных условиях, люксовых в Абудабе. Он вообще очень богатый бизнесмен, и начинал он свою жизнь очень бедным человеком. В секторе Газа, кстати, он из Газа родом. Вот он работал в Палестинской администрации до того, но потом его из западного берега, они просто это сочетание, говорю, Иудеи и Самарии, поэтому, да, ему пришлось туда уехать, потому что у него отношения с Аббасом не очень хорошо сложились тоже и с другими там официальными группами. Вот. В общем, задача теперь оказывается все это время. Он координировал, да, он не был совсем уж тени. Он координировал, он-то был челноком между Египтом и Эмиратами, помогал договариваться о поступлении помощи в сектор Газа, о ее распределении. Общался и с Хамасом, кстати, да, он воспринимается сейчас Хамасом не как враг, то есть он может с ними говорить. И общался, естественно, с Палестинской администрацией. У него есть поддерживающая его группа до сих пор политическая, которая находится на юго-востоке сектора Газа. И есть у него там семьи, которые кланы, которые его поддерживают тоже. Он очень влиятельный, он воспринимается как очень харизматичный. Сила его политическая большая. И в разговорах в разных между американскими и арабскими официальными лицами, под арабскими лицами я имею в виду, естественно, Египет, Эмираты, и, скорее всего, Катар, да, он воспринимается как тот человек, который может теоретически, и, а у него опыт силы безопасности очень большой, да, возглавит двух с половиной тысячный контингент, который будет весь профильтрован египтянами, израильтянами и Эмиратами. Сил безопасности специально для Газа созданы новые, да, после того, как оттуда выйдет Израиль, и решится вопрос с военной частью Хамаса. Сам по себе Дахлан считает, что Хамас не может быть уничтожен. Вот, нет возможности. Ну, и опять же, зная настроение сейчас в Иудее и Самарии и тотальной поддержки арабов, Иудеи, Самарии и Хамаса сегодня, очень сложно найти тех, кто Хамас не поддерживает. Вот, я об этом уже вчера говорил. Политическую часть Хамаса, наверное, уничтожить невозможно. Я не соглашусь с Дахланом в том, что невозможно уничтожить военное крыло. Военное крыло возможно уничтожить, просто это очень долгая история. Вот мы видим, она еще далеко от завершения, а уже прошло 9 месяцев войны. Вот, тем не менее, это реально, на мой взгляд, но, опять же, это дорого очень стоит. В том числе, естественно, в жизни солдат играют огромную роль. И жизни заложников, кстати, да, которые желательно, конечно, приложить все максимальные усилия для их спасения. В общем, он сам, на самом деле, очень не хотел вовлекаться на уровень возглавлять газу, например, полностью. То есть, несмотря на то, что его фигура компромиссная и воспринимается всеми с симпатией, скажем так. То есть, сегодня на него и Хамас, и палестинская автономия, и Египет, и Катар, и Эмираты смотрят с пониманием того, что он, возможно, та самая компромиссная фигура, которая всех устроит, и Израилу устраивает. Потому что у Израиля есть опыт взаимодействия по линии безопасности с Мухаммедом Дахланом. Вот, я не думаю, что это ни для кого не секрет. И он не воспринимается ни в одной из этих сторон, включая самих арабов и иудеев и Самарии Газы, как марионетка. Кстати, что тоже очень важно. Главная проблема, на самом деле, не в этом. Представим себе, что да, это произошло. Понятно, что Фатах может воспринимать его как у серьезного конкурента на последующее, как бы, лидерство в этой структуре, если он будет успешен в Газе, например. Да, и в процессе борьбы за власть, все, что хочет дальше, может произойти. Я просто не хочу озвучивать вещи, которые я не хочу, чтобы сбывались. Но, в принципе, если эта идея рабочая, то, наверное, так оно и будет двигаться дальше, на что очень бы хотелось надеяться, по крайней мере, тогда появляется человек активный, который смог бы транзитный период взять на себя, по крайней мере, учитывая его связи, его харизму, его возможности. Пусть будет так. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в этой программе в понедельник.